всем привет ими на канале мы ребят с вами диана и перед тем как смотреть это видео подпишись на мой канал и на мой инстаграм кстати instagram в описании поставь лайк этому ролику и конечно же не забудь про колокольчик и это обзор на мои уже кстати не новые маркеры арт маркер здесь их 36 цветов но также здесь есть несколько поштучных в этом наборе так что вы не обращайте на них внимание кстати у меня сохранилась самая первая выкраска этих маркеров когда они мне только-только пришли здесь палитра более такая пастельная здесь больше всего пастельных оттенков что редкость для китайского набора маркеров особенно если у них ограниченное количество цветов как здесь 36 здесь красных оттенков синих оттенков не так уж и много здесь именно идет акцент на пастельные оттенки зеленых голубых и розовых цветов и также желтых и пастельные эти телесные наконечники здесь самые обычные долото и пуля честно говоря мне нравится качество этих перьев поскольку я покупалась за такую дешманскую цену что вы просто офигеете за набор 36 цветов я заплатила всего 300 гривен ну там с копейками так она пришла сразу же на второй день как я заказала что подозрительно и мы будем раскрашивать этот скетч я немножко баловала сделала в каком-то таком комикс нам стиле и кстати этот скетч я обводила линером от центра пэн и также я обводила перманентным маркером тоже от центра пан здесь я уже на этапе работы и выбирала себе маркеры цвета которые я буду использовать на протяжении всего скетча честно говоря я долго мусолила хотя маркеров не так уж и много я использовала для данного скетча для покраса это одна из моих ос извините что я вам о своих ос не рассказываю потому что я как бы опасаюсь я все-таки не популярный блогера точнее даже не средний то не имеет смысла что-либо об этом рассказывать поскольку у меня и так по сути нет просмотров и подписчиков так еще могут появиться хитрые бессовестные люди которые например намного популярнее меня и могут стирить это все поэтому просите хотя вы спросите кому это нужно ну кому-то это может быть нужно не то чтобы я параноик просто есть такое понятие как кто себя бережет того и бог бережет конечно кстати о качестве маркеров поскольку здесь есть много крутых пастельных оттенков мне очень нравится именно эти оттенки и качество чернила особенно прикольные у меня есть некоторые старые работы которую я в примеру красила пять месяцев тому назад а и они не выцвели били я все-таки смотрю некоторые обзоры довольно таки бюджетных маркеров и почему-то у них пример работы этими маркерами уцветают либо же на другой стороне листа желтый отпечаток какой-то типа это маркеры мазари как я знаю я смотрела на эти маркеры обзор не знаю хотела бы я сама проверить и убедиться в этом если есть подобные все таки в этом наборе которым я рисую все равно есть какие-то минусы к примеру я не понимаю зачем черный в палитре если к примеру можно этот черный взять из другого набора и либо же просто использовать перманентный маркер поскольку я не понимаю смысл в этом черном маркере вообще в наборе подобным спиртовых маркеров меня действительно немного от этого корежит поскольку я никогда не использую черный маркерах разве что перманентный маркер от центра планы очень тоненького размера это для лайна если я хочу прям конкретно выделить персонажи или некоторую вещь в кадре на рисунке и все-таки я задам вопрос нафига добавлять черный спиртовой маркер набор спиртовых маркеров если никто и никогда его не использует тем более там наконечник даже нифига не тонкий если бы они добавили линер вместо черного маркера я бы блин сказала бы спасибо либо же какой-то другой необычный цвет которого нет в этом наборе тогда бы точно оправдалось что их там 36 цветов они 35 и еще черный маркер надо ладно это всего лишь такой маленький минус который особо не влияет на работу с этими маркерами кстати я использовала именно эти маркеры для проработки лица своего персонажа и вот я еще цвета выбрала уже для фона и для одежды не знаю почему я решила сделать ее футболку такую красно-оранжевую не знаю мне нравится подобный эффект кстати многие художники которые рисуют маркерами они вообще рисуют только наконечником пули они говорят что им долотом неудобно рисовать не знаю но я к примеру наоборот я конечно же использую пули если я не хочу вообще заходить за линии или там очень такие тоненькие детали но иногда для проработки этом фона все-таки как по мне дала то это самый самый удобный наконечник который у меня только есть конечно же кисть это тут же удобно но долота тоже удобно ну вот сколько маркеров я использовала на данную работу ну вот видео уже подходит концу и я надеюсь что тебе понравился этот обзор и возможно ты их приобретешь если найдешь конечно же я надеюсь что тебе действительно это видео понравилось и ты подписался на мой канал поставил лайк под этим видео и не забыл написать свой неистовый комментарий и конечно же на колокольчик ты тем более нажал и до переходи на мой инстаграм подписывайся и смотри все мои арты которые есть у меня на инстаграм профиле и до всем пока пока пока